Эпопея с пенсионным продолжается Свету вызвали Опять насчет пенсии Мы обещали показать Здесь девушка сидела Подскажу Да? Подошла? Выходьте по 6-й Достаем по пенсии Сейчас пробую Наступный кто? Наступная я Мне нужно получить удостоверение Воздушная тревога Здесь наберут Людей нет Ровно 10 дней Тревога оказывается Не в Киевской области А все это берет Киевская область А наши телефоны загудели Люди берут номерочек Там высвечиваются И идут туда К своим Видите, даже есть свободные Места можно идти О, и здесь началось Все, все выходит Все, пошли быстро Успели с тобой Именно в этот момент Все, и Киевская область Началась Тревога идем на подвальное помещение Мы в машину И будем уезжать Будем уезжать Я еще хотела На логовую поехать Показать свое удостоверение Буквально мы получили за минуты две Да? Да, две минуты Я расписалась Забрала Вопрос отнимаю Бач, как сейчас стало быстро А, не говори Никаких тебе очередей Да Тревога, Света Надо бы куда-то И заехать в подвал Всех же попросили Всех попросили А мы с тобой не идем Закрыта машина, Света Пенсийное посвечение Все, Света получила Поехали обмывать, Света Воздушная тревога А мы в домике сидим А мы в домике, да Пенсионная Все, теперь Света Законная пенсионерка Так, теперь я документы сейчас положу Все, кладу Мы про пробках сидели сегодня Все день, правда Так, Света вам снимет Сейчас будем выезжать Из этого городка Собак дрессирует Угу Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Морковка тоже по 20 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двадцать пять Ой Ничего, ничего Продасте Да, да, да Двадцать пять Раздамаживаю Я решила взять Ой, кого чего упало Так, здесь еще я видела шпинат По-моему, ага А почему ваш шпинат? На двадцать пять сто грамм Двадцать пять сто грамм, да? Да, да Угу а пучок а понятно давайте посмотрим почему тыква чернослив клюква чесночок домашний канар уже это цветы кланы цветы продают искусственно скоро гробки люди готовятся гробкам и покупают цветы клубничка есть по 180 гривен килограмм 100 гривен шампиньоны соленые огурчики прелесть о тут тоже спина по 20 давайте стики у вас есть это тоже домашний по 20 и пучки великие по 20 пучки великие тоже немае дать жалко добрый давайте заберу а салатик почем 20 салатики так это получается что давайте еще два салатика чтобы на 100 гривен да все дякую пучочками треба давайте вот в этом на здоровье я такая мелкая морковочка шпината сколько я знала что где-то пучок 20 гривен ну бабушку выручила ничего а здесь такие огурчики тоже по 100 гривен очень красивые пупырчатые 100 гривен тоже перчик есть сегодня четверг уже закончилась кстати воздушная тревога пока мы ехали с со света по дороге уже и закончилась воздушная тревог какая рыбка смотрите короб 160 короб 140 цены на киевском рынке сейчас я наплюхать толстолоб 80 и караси караси по 90 так идемте сходим еще дальше рынок продану рынок продолжается эта сторона рынка мне очень нравится потому что тут продают растения жалко же у нас нигде посадить газа не кольца ляре кольца ляре агера там алису 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 раньше только белый продавали да а сейчас пожалуйста тебе как укус лабелия моя любимая лабелия хозяина кости не хозяйка сколько разных цветочек как здесь хорошо вообще сегодня с и хотела я вам сделать прямую трансляцию центра города но так как сказали что будут дожди я не поехала а теперь солнце такое самого утра было продам и со светой просидели почти полтора часа пробка сейчас пробки большие 100 гривен ведь клубничка красивая такая малина 140 голубика 150 ох я отошла а клубники пахнет до сих пор здесь постельное белье носки трусы книжки продают венички здесь цветочки маргаритки переросли гвоздичка сальвия газами газа не видите закрываются ах когда солнышко открывать части не стоит и закрылась эти сурфинии какие красивые сурфинии белокрасные фиолетовые зачем очередь киеве все вроде то же самое но зато здесь очередь продавец видать хороший да вот здесь что-то а это крупы различные и рис эксклюзив 100 гривен сейчас посмотрим значит рис не очень хороший вроде бы и крупные но все равно там половинок много всякая мясо различ сосиски яблоки по 25 света вчера принесла яблоки или тамара это принесла зеленый а тамара магазине купила и зеленый ну очень вкусные сладкие этому уже яблоки давайте такие невкусные уже сейчас и трусы по 30 гривен все что хотите капуста молоденькая по 30 гривен и помидоры редиска по 27 лет капусту но кстати надо взять на на капусту надо взять капусту сделаем в обед салат сделаю щавлевый борщ и еще сделаю салат пердунец капа сколько различный пердун то есть таня мне говорится салат пердун и готовит лариса и таня готовятся перед покажу вам как так все дальше не пойду потому что там продуктов нет редиска редиска по 32 конфеты есть разный творог это будет суббота воскресенье будет много народу варок привезут молоко привезу куда привезли теплицы киевского баса вот такой веку салатку давайте учу учу я иду по базар и пахнет сиренью что-то таким ароматным ароматным то это такое ну кроме клубники конечно еще ай красиво разум можно вот мимо пройти до такого еще у красота гортензии красота гортензии гортензии зеленые красные вот сирени ветки продают свету кофе попью доброго дня кофе латте можно соли есть у вас так так мне не требует здесь из мыла макаронцы были бы дети макаронцы бы взять ну да здесь детки могут здесь посидеть для собачек весна пришла целуется каштаны распустились у нас посмотреть каштаны цветут раньше времени мне кажется тоже раньше они в мае цветовое пиво а сейчас апрель все едем домой готовить подают крафтовое пиво различно много-много разных видов заходила на вот это СТО думала они делают развал схождения они не делают развал схождения почему потому что я меняла у вас здесь что-то будет стройка какая-то будет автосалон будут строить здесь вот такой красивый видите я и не знала заходила я сюда думала что развал схождения нужно мне сделать когда меняла колеса зимнего на летний он говорит у вас если вы не сделаете то будет так же как с зимними колесами немножко угол съедает и он говорит обязательно обязательно сделайте развал схождения в ближайшее время потому что у вас и летнюю резину тоже может съесть угол так ну так резина стирается понимаете вот на зимний немножко стерлась он даже мне показал говорит вот если не сделаете будет такая же проблема у вас у птички тут поют иду опять за водичкой слышите да не знаю слышно вам или нет пахнет опять воздушная тревога началась космар в коридор уже пришли сели ой взлет взлетел борт закончилась воздушная тревога буквально она может минут 15-20 была эта воздушная тревога мы со светой успели и пообедать сегодня а потом началась воздушная тревога и все дела застопорились просидели в коридоре ну слава богу что недолго сейчас помою клубнику ой а пахнет клубничка я хочу тебе помогать Света включила Смотрите сегодня с утра королевишну возила я в налоговую а теперь Света говорит давай я тебе помогу Света давай будем делать салат пердун который я извиняюсь что я так называю но из песни слов не выпьешь это народное название мне Таня всегда звонит то есть я Тане звоню что ты сегодня готовила она говорит салат пердун я говорю что за салат что такое некрасивое название ну а как назвать после него ходишь и и Лариса тоже так же называет вот так по народу мы так называем а нельзя как-то покрасивее переименовать ну я не знаю переименовать не получится потому что народное название что ты так сделаешь сейчас приготовим этот салат значит для этого нужно ну многие из вас наверное конечно знают этот салат значит зеленый лук свежий воздух это называется салат значит зеленый лук сета из холодильника значит зеленый лук пока ты будешь нарезать а сначала надо яйца поставить где-то штук 6-7 яиц поставить домашних обязательно домашних яиц а то салат не получится значит сначала ставим 6-7 яиц ставим варить потом зеленый лук нам нужен и еще нужна сметана все для этого салата больше ничего не нужно я еще буду готовить щаблевый суп щабель тоже сначала картошку надо почистить мелко нарезать можно конечно с мясом а мы в последнее время так стараемся мясо меньше есть поэтому картошку сейчас поставлю я варить потом сварится картошка сделаю зажарку и щабель закидываем вот такой вот у нас будет щабель зеленый зеленый борщ будет Света может сначала клубнику пойдем или все таки или чай попьем или сначала приготовим иди сюда хоть покажи не создавай панику все начнем с салатов и закончим чаем панику я панику не создаю чуть-то вдруг я панику создаю так Света говорит что я создаю панику я просто зрителям рассказываю что мы будем делать там щабель смотрите сколько сколько я купила щабля хватит я думаю что хватит 2 пучки нет буду делать побольше нет конечно побольше сколько есть зеленого все туда чем больше лука тем краще так все видите вот щабель я вчера купила у дедушки иду смотрю дедушка продает подержу дедушку выручу его купила щабель конечно он такой дырявый дырявый листья но все равно купила чтоб выручить а теперь нужно варить зеленый борщ раз купила надо теперь приготовить зеленый борщ быстренько я щабель вот с ножками не готовлю может конечно это и полезно но с ножками я не готовлю потому что ну немножко твердовато получается а так как у меня и так много щабля можно и отрезать так и еще один вот конечно так все теперь моем теперь листья каждый листочек теперь промываем и стебелечек и листочек все промываем Вета а еще же мало 6 яиц поставить надо больше потому что на борщ щаблевый тоже нужно еще где-то штуки 4-5 еще поставить короче 12 хватит да 12 хватит нам так а то про щавелевый борщ то забыли он с яйцом идет все шесть еще запустила дополнительно или поместила мы со света делаем все дружненько да а тамара нам обед приготовила тамара выходите так нарезать либо мелко да мелко-мелко нет не совсем мелко средний покажи как ты что забыла что ли как режешь эй куда начинай отсюда резать так подожди я хочу на 2 части чтобы вот так короче я тебе покажу а дальше сама как хочешь смотри вот так не сильно мелко почему это же острый швейцарский нож вот так а не сильно мелко не сильно мелко мы внукусе не готовили да такой салат нет или ты готовила я почему не помню такого внукусе внукусе потому что щавель я не знаю не щавель я имею ввиду салат с луком зеленым с луком с яйцами готовили я что-то не помню и с яйцами готовили и пирожки с яйцами не пирожки помню пирожки помню салаты тоже готовлю салат я не помню такой неп Rent и как он назывался внукусе салат как салат просто салат зеленый с луком с яйцами. Интересно, Света, это улыбки они ели или кто? Смотри, дырявые дырявые. Это улыбки. Уже они есть, эти улыбки? Уже едят. Равлики. Равлики уже жрут. Жалуются, что эти равлики уже не дают спокойно жить. Так же же дожди прошли, тепло, дождь прошел. Даже я вот здесь иду по дороге, и то уже лежат себе на песочку. Ну и идут на солнышко. Греются. А эти собаки же бегают, которые на выгул. И за ними, и давай их. И когда это, хотят схватить, они же сразу раз в чехол, то и залезут, и собачки вокруг только бегают. Играются с ними, да? Когда играются, когда и схватят. А я думала, что еще равлики спят. Я думала, червяки, да? Червяков я видела. А вот равлики хищают. Все, Люба, последняя партия. Света, что-то фахает, что-то подгорает. А вон лук. Ой-ой-ой, лук сюда упал. А я ж думаю, сейчас еще и подгорит. Сейчас еще и подгорит. Света, ты заканчиваешь уже? Да, заканчиваю. Если заканчиваешь, то давай посуду больше взять. Я думала, что не так много лука. Ничего, сейчас большой этот будем пересыпать. Вот у тебя еще один тут остался. Короче, это, еще знаешь что, лук мне нарежь. Лук и морковка есть на что. Так, все, это пока пусть. Моркови? Моркови немного там. В первую очередь всегда нужна картошка. Но я забываю, что картошку. Так, почистим картошечку. Я люблю, чтобы в зеленом борще было побольше картошки. А Света не любит. Поэтому мы взяли такой средний вариант. Три картошки. Обычно я беру четыре. А Света не любит. Поэтому она даже две ей много. Ну, без картошки оно просто невкусно будет. Тем более, если без мяса. Ой, Люба, с морковью облом. Да ты что? Ну да, я же в этой сухарке не видела ее. Но сейчас уже и здесь нету. И картошка старая, поэтому я же много ее шкарлупу убираю. Поэтому оно мало остается. Все равно четыре придется делать. Потому что, видите. Не вижу моркови. Нету моркови? Точно, да? Точно облом с морковью получится. Видите, зеленая. Поэтому я потолще так срезаю. Видите, вот. Если тонко срезать, то много зелени останется. А эта зелень нам не нужна. Поэтому мы потолще. В селе вообще хорошо. По пол картошки можно этим свиньям, там, животным. А здесь получается жалко, но куда выкидывать. Мусорку все придется выбрасывать. Да, жалко. А что ж с морковкой делать? Придется бежать в магазин уже, думаю. Эх, знала я бы сегодня на рынке купила. Я же не знала, там она не заказывала морковки. Ну да, нам уже и Васе рассказали, что им не надо. Да, надо Васе сказать, чтобы морковку привез тогда. Ну, все, тогда остались без морковки. Так, сейчас показываю, как я на зеленый борщ картошку режу. Смотрите. Вот такими кубиками. Такими кубиками все и ставим варить. Мужен мельче. Ну, я люблю такой средний. Одну нашла, и та такая мялая. Ну, еще хоть одну. Ладно, сойдет. Сойдет. На безрынии и рака. Пускай варится теперь картошка у нас. Яйца уже тоже доварятся. Света теперь лук нарезает. Мелко-крупно? Света, вот так мелко надо. Да-да, вот сначала так, потом вот так, кубиками, мелкими кубиками. Ну, да. И потом. Сейчас буду натирать морковку. Света, ну, ты представляешь, бросаем все. А что с огнем делать? Опять воздушная тревога. Да елки-палки. Да идите вы хотя бы кушать, приготовить. Ну, не прошло и полчаса. Ну, я же говорю. 15 минут. Все, Света, давай. Кидаем, потом доделаем уже. Я хотела дорезать уже. Ты думаешь, надо... А вдруг она прилетит? Сейчас такие ракеты, если это быстро доходит. Все, пошли, пошли. Кидай. Безисима. Пошли, пошли. У нас, видите, уже здесь все оборудовано. Да. Пока что. Мы сейчас посмотрим. Если это будет ракета, мы, конечно, пойдем в подземный паркинг. Два места. Одеваем, чтобы оттеплее. По двале же прохладно. Вдруг придется еще в подвал лежать. Тамара, давай уже быстрее. А я сейчас теплую куртку одену, да, и все. Ищут дырки. Прямо, прямо на вершкал. Отбой воздушной тревоги. Ковочку на мелкую терку натираем. На вот эту. Вот эту натерла мелко, а эта уже сильно мягкая и не натирается. Я его мелко нарежу просто, да, и все. Морковка сильно старая. Да, последняя. Одну нашли, то еле-еле. Чтобы не идти в магазин. Надо было там разоказать. Я бы сегодня на базаре купила. Так, Вася и Галя. А, завтра Вася с Галей привезут. Ставлю сковородку. Немножко масла подсолнечного наливаю. Почему немножко? Потому что я еще буду сливочное масло туда добавлять, да. Если само сливочное масло сделать, тогда оно пенкой возьмется и черное будет. Поэтому я чуть-чуть подсолнечного масла. Я всегда и выпечку тоже так делаю. Сначала подсолнечное масло. Если что-то нужно, например, то сначала делаю подсолнечное масло, а потом сливочное масло. Тогда не чернеет и пенкой не покрывается. Так, все. И будем делать поджарку. Света в этот момент чистит яйца. 12 штук. 13 штук. Лука сильно много получилось. Лука и всегда ты крупно нарезала. Надо было мельче. Живеньче? Пусть и на крупную его нарезала. Ну ладно, пусть лука будет больше. Вообще-то надо на такое количество картошки меньше. Лука много не бывает. Все это говорит, лука много не бывает. Ну может быть, сейчас оно утрамбуется. Ужарится. Ужарится, утрамбуется. И будет тогда уже не так его и много. Я тоже лука люблю побольше. Просто мельче надо было нарезать. А так, видите, я уже кинула. Да уже все, я уже кинула. Ну ничего, ладно. Ага, легкая работа, это яйца. Да, только помельче. Еще мельче? Помельче. Ну кубиками, но помельче. Это мы оставили на шавлевый борщик. Шавлевый борщик. Все, мельче, да, кубиками же обязательно. Есть такие вот специальные, которые салата делают. Вот это они так красивее получают. И потом с луком смешаешь, и сметанку, и соль, и все. А у меня тем временем, видите, уже и лук подходит. На подходе. Еще немножко. Тоже зажарится. Картошка тоже уже вскипела. Добавляем морковочку. Конечно, она у меня получается более такой, а эта старая морковка получилась совсем мелкая. А когда она сочная, когда ее, это она немножко такая длинненькая получается. Все на этом. Ну, кто-то делает без зажарки. Любит сразу морковку в крупном виде туда в борщ. Лучок порежет тоже в борщ. Ну, мы делаем с зажаркой. И сюда спускаем уже нашу зажарку. А когда уже картошка полностью будет готова, я щавель спущу. И еще буквально 5-7 минут, и даже это много, наверное, 5 минут достаточно. И уже щавлевый порщ готов. Добавим яйца, и все. Ну, это я покажу. Все. Как быстро, да? А, соль, соль, соль. Самое главное еще. Соль забыла. Соль посолить забыла. По вкусу соль. Света, вот соль еще посоли по вкусу. Света, лук спустила. Яйца, лук и соль. И сметаной. Немножко полить, и все. Соль крупная. Хватит. И сметаной, да? Да, да, сметану. Давай. Сметану не пожалеем, да? Хватит, хватит, Света. Ты уж совсем расщедрилась. Все. И готов. Салат пердун готов. Конечно. Жалко такой салат, так называть, да, Света? Да, давай. Надо как-то наоборот его так изящно назвать. Может, воздушный лучше? Где же он воздушный? Он не воздушный. Весенний. Весенний. Весенний салат. Весенний салат, да. Нет, по-народному, Света. Вот и все. И салат готов. Можно майонезом, кстати, вместо сметаны? Мне лучше сметану. Ну, мы делаем, да, со сметаной. Для организма более полезное. Да. Ой, весенний-весенний. Классный салатик. Щавель я не буду сильно мелко нарезать, а буду вот такими тоже кубиками, такими побольше. Он потом уваривается, можете даже вообще побольше. Кто как любит. Ну, я такой средний, средние кубики делаю. Обычно могу даже и крупные делать, чтобы на зубах почувствовать. А то отварится, совсем все уварится и не почувствует. Сейчас поставить немного, потом выложи сюда. Все, я тебе больше не надо. Нет, на кухне ты уже не надо, будешь нужна только покушать. Я говорю. О, это хорошее дело. Это хорошее дело. Позовешь. Да, все, давай. Все, давай. А клубника пахнет на всю квартиру. Так пахнет. Такая шикарная клубника. Смотрите. Все, картошка сварилась. Соль нормальная, спускающая вель. И все. Весенний борщ, весенний салат. Все готово. Так быстро. Раз, два и все. Особенно, когда помогает сестра. Оно еще быстрее. Скорость прибавляется. Тамара кофе себе сделала. Все, варим. Буквально несколько минут. И все. Ах, пошел запах щавля. Зеленый. Самый вкусный. Поварится тут немного. Борщ уже практически готов. Сейчас вот яйца вилкой давлю. Вот так. Кто-то режет. Может нарезать. Ну, кто как любит. А я люблю вот так вилкой подавить, чтобы было мелко. Так. Буквально. Второе. Весенний борщик зеленый наш готов. Зеленая трава. Такая весенняя только вышла. Яйца вареные сюда. Это как одуванчики желтые сейчас вышли. Можно побольше. Ну, кто как любит. О, такая красота. Зеленая весенняя полянка. Ну, и куда ж без сметаны. Сметану добавляем сюда. Ложечку сметаны. И вот так шикарный, вкуснющий борщик получился. Смачного. И весенний салат. И борщик. Вот такой у нас ужин. Вкусный. Вкусный. И борщик цвета. Борщ. Да, вот так надо размешать. Вот размешали так. Пригощаю. Пригощаю тебя с салатом пердуном. Салат поближе покажу вам. На улице пошел сильный ливень. Таня уже говорит, да хватит уже. Не надо уже дождя нам. Уже, говорит, чересчур огороды намочились. Заморозков не было. Был вот такой вот ливень каждый день. Сегодня до обеда была жара. Аж пекло такое было. В обед стало так немножко прохладно. Тучи набежали. А сейчас все. Сейчас уже дождь. Гром, гроза и дождь.